друзья всем привет вы снова на канале философия боя и с вами руслан кривуша если хотите заказать хорошую американскую тачку обращайтесь к моему другу тарасу из компании теле партс экспорт тарас плохого не посоветует ребята сегодня посмотрел очень хороший подкаст у ким че но вы знаете ким че плохого не покажет и конечно же хотел с вами обсудить актуален ли на данный момент поединок артема тарасова против данила рэгбиста в этом подкасте мы услышали еще одну кандидатуру на поединок с данилом это казах сразу скажу что скорее всего казах это не соперник рэгбисту потому что но в принципе как парень уже говорит он серьезно не готовится на свои поединки это первое второе в любом случае он бесплатно не выйдет хоть это и сказал потому что подкасте вы все услышали человеку нужны деньги и если он несколько раз сам говорил что у него тяжелая ситуация то в принципе он бесплатно сто процентов драться не будет ну и третье мне кажется он очень медленный для рэгбиста но мы видели с вами последний поединок который я также с вами обсуждал и при такой подготовке я думаю что просто мне лично например как от тренеру как любители кулачных поединков мне не интересно смотреть этот бой если например мы берем а другой какой-то кандидатуре не имея виду артема тарасова то я бы посмотрел бы вот реванш бы с пулеметчиком да был бы очень интересный поединок и в принципе здесь не закрытые вопросы со стороны рэгбиста но есть один момент если уже ребята дружат то конечно же драться они уже не будут но в принципе в этой весовой категории я думаю что можно найти очень интересных ребят выступающий на топ док из из новых кандидатур кого-то можно подобрать но в любом случае это не должен быть очень слабый соперник да я бы например бы увидел поединок бы против какого-то из таких более менее хороших бойцов даже если не будут просто дебютанты на промоушене но чтоб уровень не ниже был кандидата в мастера спорта по какому-то виду из единоборств желательно чтобы это конечно был бокс и в любом случае чтобы не был очень сильный да почему потому что мы с вами знаем что рэгбист уже давно не дрался но и также мы знаем что его преследовали определенные травмы потому в принципе бой должен был быть изначально равным но так как рэгбист это медийная медийный персонаж да то конечно же хотелось бы боясь кем-то из раскрученных ребят из из этой сферы и но и вот я бы посмотрел бы против зелим хана что касаемо поединка с артемом тарасовым мое мнение мое личное мнение что этот поединок нужен также заглянул в комментарии так прошелся быстро у кимчи и увидел что народ и только за этот поединок наверное 99 и 9 процентов в комментариях именно за этот бой до открытый вопрос нерешенный вопрос плюс вы сами видели у того же кимчи до последнее интервью артема тарасова где он говорит я готов драться я не отказываюсь от боя даже там принципе предлагал дату и мы видим что человек готов драться как артем считает он за последнее время провел несколько поединков в том числе против михаила кокляева и говорит что он всегда находился в форме знаете здесь есть две стороны медали с одной стороны да мы не видели его там какой-то прям хорошей форме но мы не знаем бывает ли артем тарасов какой-то очень хорошей форме я например этого не видел мы не берем бой с датчиком потому что это реально ну как бы был цирк и опять же повторюсь мое мнение что там никакущий датчик все-таки смог победить артема тарасова но ему не дали победу сейчас я мы понимаем что датчик бы просто снес бы и не заметил бы на ринге артема но нельзя недооценивать то что все-таки человек выходит на ринг здесь вот есть такая определенная фишка выхода именно на ринг во время турниров здесь имеется ввиду психологическое преодоление определенных преград то есть выход на ринг это в любом случае определенные переживания да это поединок обязательно конечно на публике будет то есть бойцы многие переживают когда на них смотрит много зрителей потом значительная предыстория этого поединка это опять же накладывают свой отпечаток и конечно же но парни будут все равно волноваться хоть они делают вид что там для них это мелочи жизни но я уверен на сто процентов волноваться будут оба потому что для обоих этот бой очень много значит и каждый в этом поединке хочет победить и в этом как раз и заключается преимущество артема тарасова что он выходил на турниры и последний поединок против михаила кокляева я думаю что дал даже больше артем он почувствовал большой ринг там где сражались настоящие боксеры там где была серьезная аудитория там где была также телевизионная серьезная аудитория да это совсем другой опыт это определенный шаг вверх мы услышали с вами от данила да то что он сказал что ну типа я увидел плохую форму в поединке против кокляева но грубо говоря не какой там артем тарасов я бы конечно так бы точно не говорил бы почему потому что из всей этой компании из всей этой компании михаил кокляева настоящий единственный и настоящий серьезный спортсмен он не из этого вида спорта потому можно его понять но он делает какие-то усилия он старается я не уверен что он тренируется там постоянно прям но он делает какие-то определенные шаги он знает что такое дисциплина он знает что такое выступление на международной арене и как бы в любом случае этот человек преодолевал намного больше преград имеет больше намного больше опыта в спорте и в жизни да этот человек более умен он более взрослый он более собранный и он знает зачем он это делает я на сто процентов уверен что рогбист бы не смог бы нокаутировать не на голых кулаках не в боксерских перчатках и то же самое на сто процентов я заранее был уверен что не сможет сделать артем тарасов хотя но вы уже знаете мое мнение я считаю что он немножко все-таки по очкам выиграл но я уверен был на сто процентов что у него не получится послать даже в нокдаун знаете я вам скажу что ни у одного ни у второго ну как бы и так сказать youtube бойцы да хотя например мне больше например нравится как боец данил регбист потому что он все-таки больше но по моему мнению боец да у этих ребят не хватит мастерства нокаутировать более крупного бойца который более-менее держит удар а тем более сделать это в боксерских перчатках я уверен на сто процентов что картинка боя с участием данил аркбиста поединке с михаилом как лямом было бы примерно такая же но скорее всего было бы намного больше атак и намного больше ударов дошедших до цели но потрясти я уверен что как-то сильно потрясти я бы так сказал бы ни у одного ни у второго не получилось бы никогда все таки пускай михаил там и немного научился до чего-то там за этот период времени после поражения от александра емельяненко но какие-то навыки он все-таки приобрел до в любом случае там мы видели глухую защиту он закрывался руки хотя бы поднимал потому что саши увидели там но совсем другая картинка была но и не равняйте все-таки александр емельяненко был тяжеловес с артемом тарасовым вы учитываете что там минимум 30 40 килограмм была разница в весе такая бы разница была и с рикбистом потому этот поединок я вообще не брал бы во внимание это вообще другая история это боксерские перчатки это бокс и это поединок с более крупным и тяжелым соперником который тоже пускай там и немножко занимается до боксом но все же занимается боксом следующее мы знаем что и один и второй и радбист и тарасов ломали травмировали свои руки насколько мы понимаем что сейчас у артема тарасова руки уже целых то есть после поединка с кокляевым он заявляет что он готов был бы драться тому же через в течение двух недель мы не знаем какая сейчас ситуация у данила скорее всего ну насколько я помню да когда видел когда он тренировался в зале но в принципе рукой он уже бил и скорее всего она уже под зажила но это бой на голых кулаках ребята риски риски здесь очень серьезные да если травма была очень серьезная то это скорее всего если сломать снова эту руку то скорее всего это можно завязывать полностью с бойцовской карьерой одному и второму как мы услышали от рикбиста он в принципе готов выйти всего лишь на один последний поединок и дальше продолжать руководить своим промоушен однозначно я уверен что вопрос не закрыт поединок нужен мое личное мнение что вот например ким чеда должен у себя на подкасте собрать как раз рикбиста и тарасова там где они конкретно подпишут контракт я думаю что это был бы очень крутой подкаст я бы его с удовольствием посмотрел я думаю если ким че посмотрит и услышит мои слова я думаю что он подхватит эту идею он дружит с обоими ребятами думаю не будет эта проблема пригласить да и там как раз мы увидим все вопросы и услышим все ответы также была бы возможность во время подкаста обсудить условия контракта и как раз бы мы услышали бы обсуждение даты мы бы услышали слова одного и второго мы бы увидели подписи под этим контрактом и уже вы было бы стопроцентная гарантия что поединок состоится и и вот тогда если бы кто-то соскочил бы с поединка уже была бы картина ясна кто спрыгивает кто не спрыгивает потому я думаю что нужно решить этот вопрос вторая сторона медали если поединок с тарасовым не делать регбисту значит я уверен на сто процентов что артем тарасов сделает из этого огромнейший пиар да то есть он скажет но сам предложил я согласился на твоей лиги драться я дал добро вот драться там через две недели после своего крайнего поединка и ты соскакиваешь то есть он может это сказать да хотя например мы с вами видели что этого боя больше добивался все-таки регбист и здесь когда ситуация уже ближе вроде бы до обе стороны мы увидели с обеих сторон уже какое-то согласие уже ближе к истине и здесь уже ну регбист говорит принципе мне уже не интересно потому что посмотрел бой с кокляевым как я уже сказал ранее не стоит смотреть на этот поединок сто процентов если люди хотят поединок нужно делать это будет очень интересное событие его можно сделать главным поединком турнира и вот здесь уже будет видно реально кто сильнее если брать мое личное мнение да я здесь дам 60 на 40 в пользу регбиста почему потому что ну я видел как он тренируется я с ним даже один спарринг когда-то побоксировал я видел что какие-то навыки у парня есть есть упорство есть характер несмотря на пропущенный удар он рвется дальше драться ну как бы принципе здесь все в норме не хватает конечно если конечно я же сужу с точки зрения бокса бокса конечно не хватает то есть каких-то технических возможностей ну и особенно в защите да если сравнивать с артемом тарасовым то что я видел в принципе но такие просто небольшие азы бокса есть больше в ударной техники да но защиты если честно особо не мне кажется скорее всего он и дерется с более тяжелыми такими медленными бойцами чтобы все-таки успевать уходить от удара потому что насколько я знаю или слышал на спаррингах с какими-то более-менее серьезными боксерами ему прилетает все что летит и скорее всего от этого отталкиваясь он делает какие-то хайповые поединки с большими парнями но на самом деле знаете вот так скажу легковесы более опасные бойцы чем тяжеловесы если мы не берем конечно реально мастеровитых бойцов потому что конечно если например там выйти против тяжеловеса мастера спорта по боксу неважно даже кандидата в мастера спорта на таком уровне то конечно он сто процентов нокаутирует если драться против вот таких ребят у которые бокса совсем не знают но конечно есть какой-то определенный шанс а попробуй выйти против даже перворазрядника там 65-70 килограмм он разнесет пух и прах вы просто не сможете по нему попасть а он накидает вам мама не горюй да и от общего то ножа могут быть нокдауна и так далее так что здесь намного тяжелее на самом деле драться средневесом или легковесом потому я думаю что вот примерно артем тарасов где-то двигается в эту сторону хайповый поединок с более медленным тяжелым соперником я думаю что так потому что с настоящим бойцом у которого есть какой-то серьезный бэкграунд не имеется ввиду там как он дрался с вячеславом датском потому что тот совсем только недавно вышел из места лишения свободы да и был совсем уж в никакой форме и прям совсем уж с лишним весом а мы имеем ввиду более-менее какого-то свежего бойца который вот например совсем там недавно даже завязал да но человек тренируется поддерживает форму имеет опыт выступления на ринге хотя бы там даже можно сказать первого разряда ни в коем случае уверен что артем тарасов не вышел бы по против такого по и не против такого бойца потому я думаю что скорее всего он двигается в эту сторону почему 60 на 40 до возможно раньше бы отдал бы 80 на 20 но опять же простой мы не знаем в какой форме будет регбист даже если он тренируется постоянно поддерживает форму мы знаем что какую-то форму поддерживает и тарасов но все-таки вот этот соревновательный момент он играет очень большую роль я вам так скажу да как опытный тренер что даже бойцы выступающего по любителям вот например там человек травмировался ли там под завязал там или какой-то причине там по учебе не выступал до определенное время на ринге то тот парень который за год за полтора я сейчас беру вот примерно такой же отрезок то за год-полтора тот боец который был слабее изначально или у кого выигрывал этот боец но который постоянно тренируется он в любом случае обгонял на две-три ступени за этот период времени даже если человек просто ходил зал но не боксировал на соревнованиях все знают что самый важнейший фактор развития бойца это турниры если ты не боксируешь ты можешь быть чемпионом мира там на лапах чемпионом мира там по работе с мешком или побои мсти по бою с тенью но соревновательная практика это самое важное потому вот из-за этого я вот даю 60 на 40 но чем дальше будет откладываться этот поединок шансы будут уравниваться и поверьте моему слову что если этот поединок состоится уже через полгода шансы будут 50 на 50 и тому же я не знаю кто точно смог выиграет в случае если артем тарасов за эти полгода будет тренироваться выступать и набирать форму я не имею ввиду если он конечно там останется в такой же форме как сейчас какой-то рост небольшой у него все равно просматривается артема тарасова все-таки есть какая-то команда да я например то что я видел опасным постоянно находится один и тот же тренер значит в принципе какая-то работа ведется тренер есть один и тот же значит по какой-то схеме ребята двигаются вперед да и и даже я где-то слышал если не ошибаюсь что он там чуть ли не юси там собирался подписываться там хотел провести несколько поединков в мм и но это конечно совсем уж нереальная история да но знаете ребята все возможно обязательно подписывайтесь на наш канал философия боя дальше будет еще больше интересного хочу обсудить пару поединков которые проходили за последние дни а также вас ждет очень интересный подкаст в ближайшее время так что всем спорт следите за новостями и только вперед быстро видео и и и и и и Продолжение следует...